Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодняшняя тема – лук, но не просто лук, а лук-чернушка. Ну, как вы думаете, зачем в магазине такой огромный выбор семян именно чернушки? Ну, вероятно, для того, чтобы мы сумели попробовать и оценить вкусовые качества тех сортов лука, которые вот представлены именно в таких пачках. Посмотрите, у меня в руках замечательный белый лук. Это сладкий лук – стерлинг. Достаточно раннего срока созревания, однолетняя культура. Значит, дальше лук репчатый титон. Я его сажаю сама, и он мне очень нравится. Он у нас тоже средне-спелый, не поздний. Значит, лук кэнди. Он очень ранний. Луковица достаточно крупная, и он достаточно десертного вкуса. То есть запаха лука одуряющего там нет. Ну, лук репчатый с изумительным названием «экстаз». Такой лук вырастет очень крупный и за один сезон. Я скажу, как это нужно делать. Так, ну и еще такой лук, который тоже достаточно ранний, и тоже однолетняя культура – это комиссар. Если вы помните, мы с вами это уже проходили, что луки, выращиваемые из чернушки, надо сеять, ну, примерно в феврале месяце. Для того, чтобы лук прошел стадию выращенной до севка, а потом за один сезон прошел вторую стадию, когда его вырастет уже до крупной луковицы. Вот чтобы не мучиться весной и не сеять его в ящички, а потом высаживая его, ну и проклиная все на свете, естественно, потому что это очень достаточно проблематично, и как бы там надо подрезать и корешки, и верх, и не утопить, и не выставить наружу, и прикрыть укрывным, я вам предлагаю другой вариант. Давайте сделаем подзимний посев. Я это проходила неоднократно. Я вам рассказываю только то, что дает хорошие результаты. Значит, посев лука чернушки, будем производить тогда на готовую грядку, на слегка раскисленную почву. Обязательно, когда замерзнет поверхность грядки, только тогда мы посеем чернушку. Посеем, также прикроем парой сантиметров земли на шире дочки и оставим в покое до весны. Он весь взойдет. Я вас уверяю, что ничего с ним плохого не произойдет. Хотите, проверьте всхожесть семян. А вы знаете, как это сделается. Мы такой сюжет уже показывали. И сейте смело, лук холода не боится. И представьте себе, на даче грязно. Грядкам не подойти, а ваш лук взойдет самый первый. И вегетация начнется уже в конце марта, в начале апреля. И он пройдет, обе стадии ему положенные, и к осени вы получите хорошую луковицу. А, скорее всего, даже раньше. Я надеюсь, что вы услышали название луков, да? Это прекрасный тетон, это стерлинг, кэнди, экстаз и комиссар. Всего вам доброго, до свидания. А все вопросы по поводу таких семян задавайте на телефон горячей линии. Редактор субтитров А.Семкин